Так, ну что, ребят, сегодня обсудим, какие монеты можно купить в первую очередь и закупить сейчас по халявным скидкам, да, по жирнейшим скидкам. Как видите, рынки у нас очень жестко падают, криптовалютный рынок, да, и, соответственно, монеты льются, так сказать, тут за дно. Особенно, если посмотреть по тому же Binance, то честный и надежный проект, доказавший свою честность, стабильно работает Alexol.com. В данном проекте работают одни из лучших трейдеров крипторынка, что фиксируют отличную прибыль минимальными рисками, и часть этой прибыли они отдают своим вкладчикам на стабильной и постоянной основе. Я лично проверил досконально данный проект, и вот уже свыше месяца сделал на нем ТХА в долларах, и далее получаю дивиденды с данного проекта. Рекомендую ознакомиться с проектом, так как это и вправду один из самых надежных и прибыльных способов заработать большие бабки на крипторынке. Ссылка на проект в описании под роликом. Многие, естественно, запаниковали, опять-опять разнылись, что вот... Ну, в принципе, для меня это было читаемо, и я в закрытом клубе это отписывал, и биток уже, как видите, выкупают. Поэтому, ну, да, очевидно, будет медвежка, раз они все это дело выкупают, да, и я говорил, что за 37, особенно 36, там 35-500 стоят стопы, и, как видите, мы их свозили вплоть до 34-322. Вот, если глянуть часовик и 4-х часовик, у нас видно, что все это дело откупается, и в целом максимально мы ходили к вот этим вот отметкам 34,5 и так далее. Вот, поэтому на данном этапе, если же по поводу, какие монеты докупить, доминация биткоина, как видите, растет, очевидно, биток выкупают. Ну, первое, можно ориентироваться на крупные фонды, такие как Grayscale, BlackRock, там, MicroStrategy. Ну, MicroStrategy, опять-таки, они закупают в основном биток, поэтому, ну, тут уже ваше право, можете накапливать тоже биток эффектом и так далее. Ну, биток, опять-таки, в целом не по такой уж плохой цене, эфир сейчас, ну, в принципе, неплохая отметка, но я бы хотел бы, конечно, его ниже увидеть. Не факт, что дадут, ну, не дадут, окей, буду закупать те монеты, которые на днище, просто эфир уже и так хорошо сходил, я считаю, сейчас его брать дороговато. То же самое, как и, ну, понятное дело, что эффектом и 5 и 10 тысяч долларов будет стоить, но, как и тот же BNB в будущем, да, и по 1000 долларов и выше будет, и, возможно, и 5 и 10 тысяч, но я бы хотел бы BNB увидеть все-таки ниже 320, а в идеале от 300 и ниже, вот, там по 200, 250, там, ну, хотя бы по 300 баксов, тогда я уже чуть-чуть прикуплю, но сейчас, ну, такое, сомнительное удовольствие покупать по такой отметке, при том, что мы откатились вообще сущую фигню, по сути, там, 50%, но это ни о чем, я считаю, вот, поэтому в идеале дождаться отката на 70, 80, а то 90%, не факт, что дадут, ну, не дадут, окей, значит, буду, соответственно, закупаться почему-то другого. Ну, давайте не будем тянуть, скажем так, кота за гениталии и, соответственно, начнем, какие монеты я бы посоветовал. Ну, опять же-таки, первая монета, я считаю, это биткоин, почему? Потому что в долгосрочной перспективе вы можете открыть график BLX, это у нас вся история биткоина, открываем и смотрим, что он в долгосрочной перспективе у нас растет, вот, поэтому те, кто ждут там медвежку, либо еще что-то, ребят, это, я, может быть, сниму отдельный ролик по поводу этого, ну, она-то, может, и будет, но, либо она сейчас идет, да, как предположил тот же Кирилл Эванс, я вполне это допускаю, локальная такая медвежка, вот, и после этого мы летим, опять же-таки, на перехай, либо, соответственно, потом у нас будет медвежка после того, как у нас будет пик хай, потом и так далее, биткоин выше сотки, а то и, ну, от сотки, а то и выше, да. Вот, вторая монета, которую я бы накапливал, это Айфир, то есть, почему, ну, я понимаю, это банально, многие скажут, да, ну, блин, одно и то же, вот, все советы одно и то же, ну, нихера, сейчас я не видел, чтобы советовали биток Айфир, это две основные монеты, которые я считаю на века, и, соответственно, ну, относительно, да, я утаирую, конечно, но биток Айфир однозначно стоит закупать, биток ограниченная эмиссия, плюс, там, несколько миллионов битков вообще было утеряно, там, по-моему, 3 миллиона или сколько, но я не помню точно, можете отписать в комментах, плюс, биткоин у нас, естественно, как цифровое золото, дефляционная модель и так далее, то есть, Айфир пока эмиссия не ограничена, но после обновления того же Лондона у нас происходит сжигание в обороте, сейчас, конечно, максимум сопла у нас нету, это означает, что в монеты еще могут вкинуть рынок, либо допечатать, что печально, но в целом у нас делается на базе сети, сети, да, сети ЕРЦ-20, в общем, делается NFT-шки, делаются различные на базе эфира, делаются различные проекты и так далее, и куча проектов на базе его сделаны, поэтому учитывайте данный фактор, и эффект в дальнейшем будет расти, вот, по поводу, еще я советую, третья монета это XRP, сильно недооценена, сейчас вообще вкуснейшая цена, 64 цента, ребят, я его набирал по 60 центов, и, соответственно, сейчас у вас есть уникальная возможность зайти на коррекции, опять же-таки, многие вот тут разнылись опять, вот, не успели нам, ой, я биткоин открыл, вот здесь разнылись, что вот, нам не дали закупить, а нужно там 90 центов, почти доллар, ребят, я начинал закупать, вот здесь по 1,4 доллара, и я ж не ною, я продолжаю его держать, и я уверен, что рост будет до 3 долларов, это как минимум, а то и выше, то есть, поэтому, ну, я не вижу никакой проблемы, вот, если же, кстати, посмотреть по поводу РБК, то есть, криптоинвестор, криптоинвестор купил кардана на 6 миллионов долларов, комиссии в 2 доллара, вот, и это произошло у нас, соответственно, сейчас глянем, когда, 9 февраля, вот, ну, относительно, скажем так, недавно, плюс-минус, да, и, соответственно, на данном этапе, кстати, криптобиржа с FACE, там, вау, вот это прикольно, они сделали вайтбит, поэтому, ну, неожиданная новость для меня, если глянуть еще одну новость, давайте глянем, сейчас оно подгрузит, если кто видел, кстати, аферистый с тиндер, тоже смотрел данный фильм, открыл источник своего богатства, и источник богатства у него, оказывается, это крипта, вот, и, соответственно, он написал, что я купил биткоин в 2011 году, но, в принципе, я так и думал, что он, скорее всего, поднялся либо на крипте, либо еще на чем, можно глянуть график BLX, сколько у нас стоил биткоин в 2011, 2011 году, давайте глянем, сколько он стоил у нас, стоил он вообще сущее копье, стоил он вообще, ну, максимум доллара он на тот момент стоил, или сколько тут в пике он достигал, ну, даже если 30 долларов, окей, там, либо те же там 10 долларов, он, ну, вообще, это сущее копье, то есть, можете сравнить, сколько это процентов, даже окей, отсюда, это у нас вообще миллионы процентов, то есть, понятное дело, чел просто озолотился, но это, знаете, попал в струю, так сказать, вот, поэтому и отчасти, может, повезло, отчасти он поверил Это в это ну кто-то же покупал биткоин Еще и в 2008 году по несколько центов А кто-то покупал пиццу там Да по биткоин за 10 Там долларов или за 100 долларов я думаю многие Слышали эту историю и соответственно Потом очень сильно Пожалел когда мог стать Долларовым миллионером а то и миллиардером Поэтому такие дела по поводу Соответственно какую монету дальше купить Ребят не за Уже заговариваюсь Не заостряйте внимание на монетах которые уже дали иксы Многие конечно меня не Услышат опять как всегда многие полезут в сент В ману в салану ребят присматривайтесь К монетам Не то что с маленькой капитализацией Маленькая капитализация От цены зависит то есть просмотрите топы Я вам дам подсказку Я не буду называть монеты вы можете сами их найти То есть которые Еще не стреляли у которых сильный Фундаментал и которые однозначно себя покажут Но единственное кейк я могу посоветовать тоже Стоит сейчас 5.89 сука Я его докуплю обязательно Надо будет докупить потому что Ребят сейчас цены вообще копье Просто копье Многие думают что вот Началась медвежка там и так далее Ребят Надо сейчас как раз докупать и выкупать Но Вот кто считает что сейчас глупо это делать Ну Хорошо Я отпишу в закрытом клубе Когда и что я буду докупать Я вам подсказки дал Вот Следующая подсказка И финальная рекомендация Открывайте Дефяи проекты NFT Метавселенная И ищите проекты которые Вот открываете график допустим Я вам дам подсказку Опять же таки какие именно это монеты Я не буду называть У меня даже подлагнуло немного Короче ребят у меня лагает CoinMarketCap В общем суть какая Я вкратце объясню На фоне пока она грузится В общем заходите во все вот эти вкладки Что я хотел показать Дефяи NFT Там Метавселенная И так далее Кстати еще есть сервис Офигенный Сейчас я вам покажу Вот ребят Это не реклама В общем Сразу скажу что Я увидел данный сервис На англоязычных ресурсах Можете зайти Токен метрикс Офигенная тема Можете зарегаться Посмотреть То есть Что он из себя представляет Здесь можно посмотреть Цены на Различные монеты И соответственно Да он Платный По моему Насколько я помню Не знаю Есть ли бесплатная версия Вот И соответственно Можно попробовать Тут на 7 дней за доллар В общем в чем суть Что здесь есть Различная аналитика Можно смотреть Свой портфель Составлять И можно анализировать Различные Получается Криптовалюты Я не рекламлю Я не Если бы это была интеграция То Ну как бы Я об этом не сообщал бы Вот Поэтому И Они поддерживаются Уже Блумбергом Форбсом CNBC CNN Business Insider Просто я давно хотел Показать данный сервис Ну если кому интересно Можете глянуть В общем Можно смотреть Различную инфу Можно смотреть Ивенты Там и так далее И по криптовалютам Все это сортировать Так же как на CoinMarketCap Можно посортировать Там NFT И так далее И тут есть много проектов Которых нет на CoinMarketCap И в том числе Здесь их можно отслеживать Поэтому кому интересно Вот вам Бесплатная тоже рекомендация Поэтому Открывайте вот эти все разделы Там различные Соответственно Сети Экосистемы И смотрите Какие монеты еще не стреляли И В которых вы видите перспективы В них инвестируете Которые там на днище И которые больше всего Скорректировались Либо есть еще подсказка Как я тоже слышал И в том числе Сам я с этим солидарен Что открываете за неделю Самый большой минус по монете То есть допустим Минус 40% Вы смотрите Какую монету можно докупить Там та же One Или Тета Там смотрите Охер Откатилась на 36% Или за сутки Там смотрите Насколько откатилась Какая больше всего откатилась Начинаете просматривать Нужна вам она Либо нет Насколько она там рисковая И соответственно Вы принимаете решение Закупать ее Либо нет Вот Поэтому такие мои мысли Вот это я что рекомендую Вам сделать сейчас Ну а в принципе Остальные монеты Там биткоин, эфир, xrp Я считаю однозначно Должны у вас в портфеле быть Ну и BNB Если кто закупал ранее Там ниже 300 долларов То рекомендую холдить Даже если вы зашли Там случайно на хаях По 400-500 Ребят холдите У нас все монеты в циркуляции Отдельный видос был у нас Ну у меня да У нас У меня Для вас на канале По поводу BNB Можете глянуть 100% монет циркуляции Плюс у нас каждый месяц Или несколько раз в месяц Даже сжигаются эти монеты Их все меньше и меньше Поэтому BNB однозначно Будет расти Но уже понятное дело Не так сильно Типа с 10 долларов Улетит или с 2 долларов До 700 Но в целом Те же там Пару тысяч долларов Она будет стоить Однозначно В долгосрочной перспективе Вот Всем удачи Всем пока Что закупаться более детально Если кому-то нужны Мои рекомендации Советы и так далее Консультации По формированию портфеля Или вообще по рынку Вот И мое мнение То соответственно Это все в закрытом клубе имеется Все Всем удачи Всем пока Проект Где вашими средствами Будут управлять опытные трейдеры Определяясь вами прибылью Это alexol.com Ссылка на проект В описании под роликом Субтитры сделал DimaTorzok